Волшебное золото. Сьюмос Маквин был самым громадным и самым ленивым человеком в Росшире. А еще был он великим мастером играть на волынке. И поскольку он отличался добродушием, как многие люди, которые не утруждают себя работой, его все любили. Беда только, что от его нрава солоно приходилось его жене Марии. Насколько крупным и медлительным был ее муж, настолько она была маленькой и проворной. Но временами она прямо-таки с ног валилась. Ведь помимо работы по дому, ей надо было и торфу принести, и за горовыми присмотреть, и кур покормить. Да к тому же еще и поле было совсем заброшено. Ано-то и беспокоило ее больше всего. Хорошо еще, что с дороги видны были только два участка. Но и они не делали чести ленивому фермеру. Пока Сьюманс наигрывал где-нибудь на своей волынке или ловил форель, скот ломал ограду между участками, овцы отбивались от стада или заходили в кусты куманики, а заброшенное поле густо зарастало сорняками. Миновала зима, и настало время сажать картофель. Повсюду фермеры выходили в поле со своими семьями и спешили вскопать землю. Пока стоит хорошая погода. А у Сьюманса посевной картофель прорастал в мешках. Ростки пустил длиннее самых длинных дождевых червей. Мария стыдила его. Да что толку? Сьюманс, знай себе, посмеивался и уверял ее, что так только отдохнет. Как только отдохнет, так и примется за работу. А сам забирал волынку и удочку и уходил на целый день. Наконец Мария стала не втерпеж. Сидела она однажды в кухне и плакала. И так она разозлилась, что сняла с пальца обручальное кольцо и уже готова была выбросить его в окно. Как вдруг ей в голову пришла одна мысль. Она взяла коробочку с безделушками, высыпала в подол ее содержимое, отобрала три медных фартинга и солдатскую пуговицу и вместе с кольцом завязала в уголок платка. Потом взяла мешок с картофелем и отправилась в поле. Большим круглым камнем она начала колотить по монетам и медной пуговице, пока они не приняли почти одинаковый вид. А затем натерла их так, чтобы они заблестели как золото. Тогда она закопала их в разных местах и вернулась в дом. Вечером, когда пришел Сьюманс, Мари плотно прикрыла дверь, заложила засов и тихонько сказала «Знаешь, Сьюманс, странная вещь случилась. Ходила я сегодня в поле сажать картофель, не успела копнуть, как нашла в земле кольцо. Вид у него был не бог весь какой, пока я его как следует не потерла. Но думается мне, что оно золотое». Развязав уголок платка, Мари показала ему сверкавшее кольцо. Сьюманс, не отрываясь, смотрел на золото, поблескивавшее в лучах заходящего солнца. Ему и в голову не пришло, что это обручальное кольцо его жены. «Скажи, пожалуйста», – прошептал он, беря кольцо в руки. «Какое красивое кольцо, наверняка золотое. Вот удача там, Мари». «Так ты говоришь, в картофельном поле?» «Да, Сьюманс, если бы я не устала, я подольше покопала бы, ведь там, может быть, еще что-нибудь зарыто. Вот было бы замечательно, если бы мы нашли место, где волшебницы прячут свои сокровища». Глаза у Сьюманса заблестели, и ему пришла в голову та же мысль. «Волшебное золото? Я и раньше слышал о нем. Вот бы набрести на него. Тогда уж не пришлось бы мне больше работать». «Но странно, сколько раз я не перекапывал это поле, я никогда не находил ничего, кроме камней. Это потому, что ты недостаточно глубоко копаешь, Сьюманс. Была бы я сильным мужчиной вроде тебя, я бы не пожалел ни себя, ни лопаты. Кто знает, какой там еще клад спрятан». Конечно, лень матушка раньше Сьюманса родилась. Но мысль о кладе запала ему в душу. Он уже представлял себе, как будет заполнять золотом мешок за мешком. И вот на следующее утро он поднялся. Чуть свет. Чтобы отправиться на поиски клада. Даже есть не стал. Жена откликнула его с постели. «Послушай, Сьюманс, а не лучше ли тебе для вида сажать картофель? А то, если соседи догадаются, что ты золото ищешь, соберутся вокруг тебя и станут гладеть». Сьюманс послушался совета и прихватил с собой в поле мешок с картофелем. То-то удивились соседи, когда, проснувшись, увидели, что Сьюманс Маквинн копает землю и сажает картофель с таким усердием, как будто от этого зависит его жизнь. А уж грачам была пожива, много Сьюманс выкопал червяков, глубоко взрыхляя землю. Прошло два часа. Иппл Сьюманс несколько охладел. Спина заныла от непривычной работы, и он хотел было бросить копать, но услышал, что лопату что-то звякнуло. Это была солдатская пуговица. Глаза его раскрылись от удивления. С бьющимся сердцем он поднял пуговицу, но сколько ни старался, никак не мог понять, что это такое. В одном он не сомневался. Судя по цвету, предмет был золотой. Охотка подняла его настроение. С новой надеждой он принялся копать и сажать. Несколько минут спустя он нашел одну из монет и заплесал от радости. Теперь Сьюманс был уверен, что скоро откопает большой клад. Так трудился он до вечера, останавливаясь только, чтобы поесть. Всякий раз, как его начинала одолевать усталость, подзрекивание монет в кармане придавало ему сил. Соседи посматривали на него со своих наделов, в полной уверенности, что он дрехнулся. Как иначе могли они объяснить внезапное превращение этого беззаботного лодря в такого усердного и прилежного работника? Наконец, поле было вскопано от края до края и в каждой борозде посажен картофель. Сьюманс совсем обессилел от усталости и разочарования, ведь он нашел только то, что спрятала Мария. Вечером он, как сноб, повалился в постель, сунув под подушку кольцо, три монеты и солдатскую пуговицу и проспал всю ночь и весь следующий день. Мария была рада радиохонькой, что ее план удался. И ласково поглядывал на усталого мужа, спавшего богатырским сном. Никогда раньше он не спал так крепко и не храпел так громко. Проснувшись, Юманс потянулся, все тело его ныло. Тут он вспомнил о безуспешных поисках клада и быстро снул руку под подушку, чтобы убедиться, что ему это не во сне привиделось. Но там ничего не было. Пока он спал, Мария снова надела кольцо на палец, а остальное бросила в колодец. — Да нет, не могло это присниться, — сказал он жене. — Ведь до сих пор от работы в поле все тело ломит. Я же откопал несколько монет и положил их сюда вместе с кольцом, которое ты нашла. Куда они подевались? Наверное, волшебницы пришли, забрали свое добро. — Юманс и опять спрятали где-нибудь в поле, — ответила она. — Может быть, если ты снова начнешь копать? При этих словах Юманс громко застанул. Повернулся на другой бок и снова заснул. На следующее утро он встал, оделся, плотно позавтракал и отправился ловить форек. Со вздохом посмотрела Марина мужа, опять принимшегося за старое. Но тут же укратко улыбнулась. Картофель-то он все-таки посадил. Слабый да прилежный, лучше сильного да ленивого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова